Каждый молодой человек, вступая во взрослую жизнь, принимает решение, которое может иметь судьбоносный характер. Первое, что он должен выбрать и определить, это какая его будущая профессия или кем он будет в будущем, а второе, где он должен получать образование. Город Гродно – уникальный уголок нашей Беларуси. Для жизни, для учебы, для реализации себя в студенческие годы – это идеальный вариант. Известно, что самые лучшие вузы, самые известные находятся не в столицах. В западном регионе Беларуси, в одном из красивейших городов страны, в 1958 году впервые двери перед своими абитуриентами распахнул Гродненский государственный медицинский институт. Руководителем нового вуза был назначен Леонард Феликсович Супрон. Первый прием – 250 учащихся. В 1959 году появились первые кафедры. В 1960-м была открыта аспирантура и введена медицинская практика, а в 1970-71 учебном году – субординатура и интернатура. В 1962-м ректором назначен Маслаков, и в этой должности Дмитрий Андреевич проработает 36 лет. 1964-й отмечен в истории нового вуза, как год первого выпуска. Из стен университета вышли 248 врачей, 22 с дипломом отличника. Еще в 1960-м году открывается Центральная научно-исследовательская лаборатория. В 1970-м на базе мединститута организовывается отдел регуляции обмена веществ. В 1985-м – Институт биохимии Национальной академии Беларуси. В соответствии с планами и программами, все это время продолжается подготовка специалистов на лечебном, а с 1979-го – и на педиатрическом факультете. С 1991-го года в Гродно стали готовить медицинских сестер с высшим образованием. В 1992-м гродненцы начали прием на обучение иностранных граждан. Спустя пять лет состоялся первый их набор в клиническую ординатуру. А с 2003-го года в УЗИ начали преподавание на английском языке для иностранных студентов. В 2008-м году образован медико-диагностический факультет, потом медико-психологический. В 2015-м этот факультет отметит уже 22 года. В 1998-м году Министерство здравоохранения Беларуси назначает Петра Васильевича Горелика ректором Гродненского государственного медицинского института. В ноябре 1999-го, январе 2000-го, студенты и преподавательский коллектив ВУЗа проходят аккредитацию на статус университета, руководить которым до 2010-го года будет Петр Васильевич. Курс развития ВУЗа, как одного из ведущих университетов страны, продолжает Виктор Александрович Снежицкий, назначена на должность ректора ГРГМУ в 2010-м. К слову, именно Гродненский медуниверситет, первый из медицинских ВУЗов Беларуси, внедряет и сертифицирует систему менеджмента качества, которая отвечает требованиям ИСО 9001 в национальной и немецкой системах. И, конечно же, я вас приглашаю в наш университет. Почему именно Гродненский медицинский университет? Потому что за относительно небольшой период времени, нам всего 57 лет, наш университет сложился как достаточно крепкий, хороший ВУЗ, качество подготовки, в котором ценят не только в Беларуси, ценят очень хорошо и высоко, но и за рубежом, в разных других странах, и в соседних с нами странах, и даже за океаном. Сегодня мы можем сказать, что за последние пять лет университета очень многое сделано для повышения качества образования. Мы внедрили систему менеджмента качества образования. Вследствие этой планомерной работы мы добились уже определенных успехов. Так, в 2011 году наш университет получил премию правительства в области качества. В 2013 году университет награжден грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Многие годы мы были среди медвузов в нашей республике также на первом месте. Всем тем, кто решил стать врачом, кто готов пройти через тернии в науку, кто хочет присоединиться к огромной армии людей в белых халатах, Гродненский государственно-медицинский университет открывает двери пяти факультетов лечебного, медико-диагностического, медико-психологического, педиатрического и с 1992 года факультет для обучения иностранцев. В настоящее время по числу иностранных студентов медуниверситет занимает первое место среди вузов города. Все факультеты в полной мере раскрывают идею Гродненского вуза как одного из ведущих медицинских вузов Беларуси, дать высокое качество обучения, предоставить уникальную учебно-клиническую базу, обеспечить доступную стоимость обучения, безопасность, дружелюбие. В настоящее время в университете обучаются 575 представителей из 29 стран мира. Заключен 51 договор о международном сотрудничестве с научными и образовательными учреждениями. Сегодня 55% студентов факультета иностранных учащихся все шесть курсов занимаются на английском языке. К услугам желающих англоязычный фонд библиотеки, который ежегодно прирастает новыми томами и брошюрами учебной литературы. К тому же организован онлайн-доступ к информационным ресурсам по медицине ведущих мировых издательств и компаний уникальной учебно-клинической базе. Университет, ведь это еще и площадка для пополнения знаний всем желающим. Тератологическая экспозиция «Гродненская кунсткамера» является уникальной. Такого рода экспозиции больше в республике нет. У нас находится около 60 экспонатов, которые презентируют пороки, которые встречаются у людей, как по генетическим причинам, так и по причинам внешнего воздействия. Здесь мы проводим занятия и лекции не только для студентов, медиков и будущих докторов, но и для всего населения. ГРГМУ сегодня это 4834 студента и 1140 сотрудников. Из них 634 человека профессорско-преподавательского состава. Один член-корреспондент Академии наук Республики Беларусь, 41 доктор медицинских наук, 37 профессоров, 213 кандидатов наук, 139 доцентов, 4 заслуженных деятеля науки Беларуси, на знаниях и опыте которых основывается не только учебный процесс, но и работа в рамках консультативного центра на клинических базах учреждений здравоохранения. В медуниверситете функционируют 4 научно-исследовательские лаборатории, научные школы хирургов, педиатров, биохимиков, гистологов и инфекционистов. Гродненский медуниверситет Перм в Республике открыл лабораторию практического обучения, где студентам помогают осваивать навыки и манипуляции для дальнейшей профессиональной деятельности. Лаборатория или Центр практических навыков имеет более 100 различных по своему назначению тренажеров, фантомов, муляжей, в том числе высокотехнологические симуляторы, имитаторы, модули, на которых студенты осваивают базовые навыки по хирургии, педиатрии, терапии, акушерству и гинекологии, а также неотложной медицинской помощи. При проведении реанимационных мероприятий мы осуществляем компрессии грудной клетки с частотой 100 раз в минуту в соотношении 30 компрессий к 2 вдохам. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Приступайте. Тренажеры, роботы, симуляторы копируют различные части тела и органы человека. Например, тренажер, находящийся в практикуме по акушерству и гинекологии, интерактивная модель родов с портативным компьютером позволяет отрабатывать практические навыки рождения ребенка и различные осложнения в родах. В хирургическом практикуме виртуальных лапароскопических операций установлен виртуальный симулятор. Такое обучение молодых специалистов, а также студентов медуниверситета помогает избежать ошибок в их дальнейшей хирургической практике. ЛАПСИН обучает студентов навыкам манипуляции инструментами, видеокамерой пользоваться, инструментами, которые необходимы в дальнейшем для оперативного вмешательства на практике. Гродненский медуниверситет широко известен в Беларуси и за рубежом как центр высшего медицинского образования и медицинской науки с присущим ему заслуженным авторитетом и признанием. БУС свой высокий статус ежегодно подтверждает в различных соревнованиях, стартапах и конкурсах, как, например, республиканский конкурс молодежных проектов «Стоидей для Беларуси» – известной площадкой для инициатив и инноваций молодых ученых, специалистов и изобретателей. Каждое поколение студентов-медиков по-своему формирует ореол студенческой романтики, пропагандируя безвозмездное донорство, добровольные дружины, научные кружки, участвуя в строеотрядах, субботниках, художественной самодеятельности, КВН-ах, конкурсах мисс-университет, демонстрируя достижения в спорте. Именно мединститут еще в начале 60-х ввел в городе первые типовые студенческие общежития, а в середине 80-х – первые блочные общежития. И наращивание базы продолжается. Я на 100% уверен в своей будущей профессии, и в этом, я вам скажу, в большей части поспособствовал вуз, те же преподаватели, какие-то интересные клинические случаи, которые я уже успел повидать за 5 лет. У нас существует хорошая система студенческого самоуправления, БРСМ, общественные организации. Это позволяет студентам активно проводить свой досуг. Выбрав и поступив в Гродненский государственно-медицинский университет, каждый молодой человек получает шанс реализовать все свои способности, прикоснуться к лучшим медицинским традициям, попробовать себя в науке, прожить увлекательную студенческую жизнь и, главное, присоединиться к представителям лучшей из творческих профессий и стать в один ряд с теми, кто не боится трудностей и точно знает, что только через стерни можно достичь профессиональных звезд. Субтитры создавал DimaTorzok